Добрый день, друзья! И я рада приветствовать вас на День Коучинга Асеф. И я вижу, что вы пишете в чате, что прекрасное весеннее настроение и желаете друг другу доброго дня. Так что, коллеги, приветствую вас и присоединяюсь. Прекрасный день, чудесный день. И мы с вами стартуем наш сегодняшний вебинар. И прежде чем мы с вами пойдём в него, давайте знакомиться. Ну как, готовы к знакомству? И ещё, друзья, меня хорошо слышно? Пожалуйста, напишите плюс, чтобы я убедилась, что я могу продолжать. Так, Алена, Наталья, Ольга, Зоя, Ирина, Александра, чёска у меня, смотрю, есть, Екатерина. Очень приятно, Елена. Друзья, рады знакомству. Можно чуть тише. Так, чуть убавить звук. Так лучше? Да. Окей, тогда стартуем. Итак, ближайший час вы проведёте вместе со мной. И мы с вами стартуем в презентацию нашего коллеги, коуча Google. И кто этот человек и что это за презентация, я расскажу чуть позже, через секунд 30. Прежде чем пойдём в эту тему, я хотела бы рассказать о себе. Меня зовут Александра Притцкер, Александра, коуч уровня PCC, естественно, член ICF. Далее я являюсь глава комитета по партнёрству, совета директоров ICF Россия Чапта, бизнес-тренер. Также я директор Международного университета Global Coaching. Веду программу по обучению коучингу на протяжении, наверное, уже 5-6 лет. И когда-то выдавалась сертификаты Эриксеновского университета и Международной академии коучинга. Что ещё о себе? В практике более 2000 часов, лётных часов, как вы знаете, у нас в коучинге измеряется наш опыт в часах, не в годах. И это о себе. Помимо этого, я из тех людей, кто обожает коучинг, если это моя профессия, и открытая, активная, безумно люблю развиваться. И та презентация, о которой я сейчас буду вам рассказывать, каким образом я с ней познакомилась. Итак, видите, стоит картинка слайда Мальма. В сентябре 2014 года я была на презентации, на конференции, на конференции в Мальме, в Швеции, конференции для коучей. Вот представьте, коллеги, 400 человек коучей из 121 страны приехали и собрались в одном месте. И на протяжении 3 дней выступали спикеры, интересные люди, интересные профессионалы, гуру в своей теме. И люди делились своими находками, своими взглядами. Кстати, если кто-то захочет в будущем участвовать в конференциях, от меня, знаете, такая рекомендация, что участвовать – это изумительный опыт. И в этот момент происходит очень серьёзное такое расширение сознания, опыта, знаний. И вот как раз та презентация, которую мы будем сейчас смотреть, я привезла её с этой конференции, с конференции Мальма. И в итоге третьего дня на конференции, друзья, выступал профессор Дэвид Питерсон, это коуч Гугл. Дэвид выступал, его выступление занимало 45 минут, у него было 88 слайдов. И всё это было на английском языке. Друзья, представляете, как это было для восприятия. И это был вызов, это был выход из зоны комфорта. При этом то, что он говорил, меня зацепило внутренне, знаете, за мою внутреннюю структуру. Настолько зацепило, что даже позже я потом вернулась к его презентации, перевела её на русский язык, все 88 слайдов, и вникала в неё. И вот что же меня зацепило? Когда третий день конференции, ты сидишь уже уставшая, и было много спикеров, и много разных МСС, интересно, много полезного опыта, информации. И тут вдруг такой объём информации на английском, 88 слайдов, и что же меня зацепило? Первое, что привлекло моё внимание к этой презентации. Одна из моих специализаций – я экзекьютив-коуч. И я работаю с руководителями с первыми лицами. Причем работаю на протяжении 8 лет. И ко мне обращаются компании. Это и большой бизнес, и малый бизнес. И люди приходят в частном порядке. И кто такой экзекьютив-коуч? Кто работает с первыми лицами компании? Кто работает с топ-менеджментами? И особенности экзекьютива, что ты решаешь и вопросы бизнеса, и решаешь вопросы лайф-коучинга у человека. И он к тебе приходит с совершенно разными запросами. И свою целевую аудиторию я прекрасно знаю, я с ней очень хорошо знакома. Из года в год я встречаюсь с этими людьми, и они для меня достаточно понятны. И за последнее время я стала замечать, что стал приходить ко мне как коучу клиент чуть-чуть другого типа и чуть-чуть с другими запросами. То есть если 2-3 года назад основные запросы как экзекьютив-коучу ко мне были такого рода, что Александр, у меня спад мотивации, из организации уходить не хочу, но при этом интерес исчезает, то, что я делаю, мне не нравится, или сотрудники меня раздражают, они все какие-то глупые. Что еще? Не люблю контролировать. Все прекрасно знаю про контроль, сам могу научить кого угодно контролю, но делать этого не люблю. То есть это вопросы и мотивации, и вопросы эффективности. Друзья, понимаете, о чем я говорю? Хотелось бы какого-то такого совместного участия. То есть с какими запросами может прийти руководитель? Да, вижу плюсы. Спасибо, ребят, за участие. И это приходили люди часто, знаете, 39-45 лет, очень много мужчин, как клиентов, и мы работали с эффективностью, с мотивацией. А в последнее время я стала замечать, что у меня изменился портрет клиента. Стали приходить люди, а, во-первых, моложе, то есть возраст 29-35, и они по своей структуре чуть другие. Что отличает? Очень много учатся, очень высокий интеллект. Знаете, предыдущие клиенты, они тоже очень много учатся, но они больше такие практики. А здесь и практики, и очень любят учиться системно. То есть для них любовь к системному мышлению это интеллектуальный азарт. Что еще? Очень часто люди скромные, у них нет такой тенденции к харизме, как вот у предыдущих, может быть, клиентов. И люди, которым очень нравится быть исследователями. Кто знаком с моделью Грейвза? Дайте мне знать, как-то тоже плюсом, потому что тогда я буду иллюстрировать примеры. Ага, Елена вижу плюс. Модель Грейвза. Да, да, да. Эльдар, спасибо, ребят. Да, желтый уровень. И когда работаешь с этими людьми, ты слышишь, что у них появляются другие запросы, чуть-чуть другой фокус. Так вот, когда я слушала Дэвида Питерсона, очень сильно стал отвлекаться от того, о чем он говорит в своей презентации. О том, что у лидеров, у них сейчас чуть другие потребности. И что к коучу приходят с определенным запросом. И что они у себя в Google внедрили коучинг как инструмент по развитию определенных компетенций. И когда он рассказывал об этих компетенциях, где-то уже через минуту мы начнем их с вами обсуждать, я понимала, что я это уже где-то все слышала от клиентов. Это первое, что меня зацепило в презентации у Дэвида. Второе, что зацепило, я сама не только коуч, я являюсь предпринимателем, у меня два бизнеса, и бизнесы, которые успешно развиваются. И я, когда задаюсь вопросом, что мне помогает, чтобы мой бизнес активно развивался, я понимаю, что помогает такая черта, как постоянный выход из зоны комфорта. И, друзья, там из темы откровенности о себе, когда выходишь из зоны комфорта, там некомфортно. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты делаешь что-то впервые, или когда ты что-то делаешь, и ты не уверена до конца, что будет результат, или когда ты что-то делаешь такое, что ты не понимаешь, как оно сейчас сработает, или твоя среда, которая тебя окружает, она не до конца дружественная. Но если ты идёшь к целям, ты постоянно заходишь в эту зону дискомфорта. И я слышу, и вижу плюсы. Да-да-да. И этот навык выход из зоны комфорта, он для меня в презентации Дельда, это основной навык лидера сейчас, он меня зацепил как человека. Потому что если я хочу двигаться дальше, если я хочу быть успешной, и самое главное, если я хочу раскрыть свой потенциал, то ты будешь постоянно идти на неизвестное. Ты будешь постоянно идти на страх, и ты будешь идти туда, где некомфортно. И вот этот навык, кстати, основной навык, которые, в принципе, говорили на этой конференции, выход из зоны комфорта, это как навык 21 века. И вся суть презентации Дэвида, которую я буду сейчас рассказывать, она, по сути, будет говориться об этом навыке. Ну как, ребят, интересно двигаться в презентацию? Рада, да, вижу интерес, здорово. Итак, друзья, прежде чем я сейчас начну листать наши слайды и иллюстрировать, что хотела бы сказать. Я не все слайды буду вам проговаривать. Ну, представляете, там 88 слайдов, а я здесь оставила их, по-моему, 50 с чем-то. Мы банально не успеем. Поэтому я буду останавливаться на тех слайдах, которые я хотела бы сейчас проиллюстрировать, и какие-то буду пролистывать. Те, кто очень захочет подробно познакомиться со всей презентацией, она есть на сайте нашего университета, и на английском языке, друзья, и ее можно скачать и просмотреть. Сейчас существует Google-переводчик, все это возможно сделать. Я в своем сегодняшнем выступлении, и вот этим, по сути, я делюсь презентацией Петерсона, я хотела бы озвучить такие ключевые моменты, которые задели лично меня. И еще, когда я буду проговаривать про компетенцию, у меня такое пожелание к вам, чтобы у вас была ручка и бумага, и когда мы проговариваем про какую-то компетенцию, вы могли бы посмотреть на себя, где вы в ней от единички до десяти. Мое намерение позитивно, чтобы вы не только слушали информацию, но еще и заглядывали вглубь себя, чтобы осознавать, что в себе развивать, и усилять себя, двигаясь дальше в наше такое интересное, турбулентное время. Поэтому те, кто хочет, вы можете это сделать. Итак, и стартуем. Прежде чем, да, старт, вопрос о этике. Да, через призму восприятия веры, да. Итак, авторство принадлежит Дэвиду Петерсону, и у нас согласовано, что я могу представлять его презентацию и его материалы на территории России как партнер. Итак, ключевые гипотезы, что мы сейчас с вами, друзья, живем в укамире. Через 30 секунд буду говорить, что это такое. Но по сути, мне кажется, это уже настолько на языке у нас, что мы живем в мире сейчас нестабильном. И мир, в котором меняется все очень быстро. Что когда мы засыпаем и просыпаемся, не факт, что та стабильность, с которой мы заснули, она осталась. Что те навыки, которыми мы обладали, мы проснулись, и они нам будут дальше также стопроцентно помогать. И наш мир меняется сильно и на макро уровне, и внутри. И если мы хотим помогать нашим лидерам в компании, вот основной тезис, то мы помогаем им учиться быстрее и качественнее. И это помощь от организации. Не просто запланировать обучение для лидера, знаете, где-то через полгода какому-то навыку. Сейчас ситуация такова, вот с точки зрения Дэвида, что учиться здесь и сейчас, и учиться уже очень быстро. И помощь лидерам оказывать здесь и сейчас. И чему же учиться в эти неспокойные времена, турбулентные времена, как их еще называют? А динамичности, то есть в принципе учиться быстро, научиться этому, внимательности, рефлексии, осознанности и стойкости. Об этих навыках за ближайший час я поговорю подробнее. Отпускать еще, да, да, Вера, вот это как раз то, что будет дальше. Следующий навык – принятие решений. Как принимать решения в нестабильных временах? И здесь управлять компромиссами. На сегодняшней встрече я проговорю кратко. Кто захочет поподробнее, можете просмотреть потом презентацию. Чему еще мы учимся в нестабильные времена? Многоплановости. А это умение воспринимать опыт разных людей и осознавать свой опыт. Опять к вопросу рефлексии. Идеи, которые идут из внешнего мира, это новые люди и их разное мышление. И воспринимать перспективу. Видите, как важно много всего научиться воспринимать. И, кстати, не быть критиком, а системно уметь слышать, что происходит в окружающем мире. И четвертая компетенция – это отношение к неудачам. Это про то, что Вера писала. «Отпускать к испытаниям, к сложностям, неудачам и разногласиям». То есть вырабатывать в себе навык, оставаться устойчивым, вырабатывать и отношения, и навыки к тому, что что-то пойдет не так, если мы хотим двигаться. И здесь цитата. Гэри Хэмилл, он входит в 25 гуру бизнеса в развитии стратегии, там автор бизнес-ревью, очень часто, много статей пишет. Тут он пишет о том, здесь цитата, что мир становится нестабильным быстрее, чем большинство организаций мобильными. И чтобы наши лидеры были более гибкие, нам важно им помогать и развивать те компетенции, о которых я говорила. Итак, изменения происходят в разных областях. О чем это здесь? Знаете, меня на этом слайде больше всего зацепило, что проблемы сейчас, они становятся действительно более многомерные и взаимосвязанные. То есть не одна такая проблема маленькая, где ты найдешь суть и решишь, а они по сути происходят с разных сторон, и у них много уровней. Далее, что авторитет основывается на влиянии уже, а не на контроле или на должностной власти. Что еще? Что необходимо сейчас, вот это для меня акцент был, производить изменения второго порядка, а не линейные. О чем здесь пишется? Умение производить изменения на уровне парадигмы. Не просто о какой-то детали. Друзья, не хотелось бы, чтобы сейчас я была понятная. Не просто на уровне инструмента, а на уровне парадигмы. Что такое изменения на уровне парадигмы? Мы уже начали говорить о Грейзе? То есть это когда меняется целая картина мира своя. Ну как пример, что если есть мышление уровня проблем, мы ищем проблему и решаем ее. Это одна парадигма. А парадигма воспринимать мир через призму возможностей, и даже если есть сложность, а в ней заложена возможность. Вот это другого рода парадигма. И мы сейчас учимся не только просто навыкам, элементам или инструментам, мы учимся быстро менять свою парадигму, картину мира. Друзья, понимаете, о чем я говорю? Хотелось бы какой-то обратной связи. Когда мы быстро обучаемся смотреть на мир другими глазами. И вот эта смена парадигм, да, вижу, что пишите, что да, спасибо за обратную связь. Вот эта смена парадигма сейчас, она происходит быстрее. Через призму положительных возможностей, да, через окно возможностей. И еще, не только понять, что это такое, да, возможности, как мы в коучинге узнаем, а выработать в себе целую систему и взгляда, и реакций, и навыков действий. И еще, парадигмы, они приходят раз, вот как они будут появляться. И наша задача очень быстро учиться, смотреть новыми картинами на эту жизнь, и выстраивать свои действия в отношении этого. Итак, что еще здесь, что у нас есть в нашем современном мире? Испытания. Ну, они в мире предсказуемые и совершенно внезапные. Представляете, какой уровень готовности к испытаниям? То есть они могут произойти в любой момент. И тогда, насколько мы готовы, и через какую призму опять мы их воспринимаем. Ну и про знания, то, что я сейчас скажу, что знание ненадежное, это такой тезис уже стал банальный, что срок годности информации небольшой, что неявное знание так же важно, как явное. То есть учимся сейчас знания воспринимать не только, которые, знаете, как нам сказали алгоритм раз, два, три, а увидеть между ним синтез и суть. И это бывает сейчас важнее в знаниях, вот этот навык, чем просто видеть то, что на поверхности. И системное знание важно для понимания и решения проблем. Друзья, это да, это о грейзе, и это о желтом уровне. И про тот мир, который сейчас, вот наш мир, как его называют, вука-мир. Кто слышал, друзья, или, может быть, читал об этой модели вука, где вылетел, uncertain, complex, да, ambiguous, вижу, плюс, минус, отлично. То есть кто-то знает ещё раз услышать, а кто-то тогда слышит впервые. Итак, суть какая, что мы живём в нестабильном мире, где происходят постоянные изменения, и они происходят быстро, что неясная информация, и у нас, друзья, неясный результат. Вот смысл турбулентного времени вука-мир, что мы живём в нестабильном мире, что очень множество переменных и неизвестных сейчас величин, и идёт неясность значений событий. И если подытожить и сказать, это, знаете, как на разговорном жанре, то навыки, которые у нас есть, которые мы умеем, и способы решения какой-то ситуации, не факт, что они уже сработают. И сейчас так много информации, и так много алгоритмов, и наша задача постоянно обучаться и постоянно находить новое решение на то, что происходит. Что ещё? Что прошлый опыт, он может быть для нас неполезный и ненадёжный. Что ещё? Что когда ты куда-то вступаешь в новое решение, не факт, что ты достигнешь результата. Ну что такое турбулентность? Друзья, кстати, что такое турбулентность для вас? Вот вашими словами. Как говорят, турбулентные времена, там, вука-мир. Хотелось бы диалога. Да, да. Как в самолёте трясёт, неподконтрольно. Да, да, да. Спасибо тебе, кто отвечает. Когда всё шатает, зоны невесомости. Да, друзья. Когда постоянные колебания. Ой, завихрей немного. То есть, да, ребят, когда вот у нас этой стабильности, её нет. И когда нет решения, знаете, чёткого решения, которое когда-то уже, вот оно помогло, мы сделаем, оно сейчас сработает. И ты находишься в постоянном изменении. Да, слишком динамично для адаптации. Итак, и вот эта особенность современного мира. И американцы об этой вука-модели, они говорят уже давно. У нас, насколько там на территории России, наверное, я второй год так официально её слышу в интернете. Проверка на прочность и стойкость и поворот к себе. Да. Итак, и это то время, в котором мы живём. Ну, здесь, конечно, наверное, самое главное – это принять. Если мы хотим занимать лидирующую позицию, вот в нашем, в таком времени, то нам важно вырабатывать в себе способности и отношения, и стойкость. Если мы хотим быть успешными в столь нестабильном мире. Так, сразу же сейчас пойду вот сюда. Секунду, друзья. Это вот как раз сейчас здесь идёт повтор того, что говорила, что прошлый успех, особенно в стабильных линейных условиях, может быть сейчас бесполезным и обманчивым. И лидеры должны активно искать возможности практиковаться и экспериментировать и обучаться в условиях ВУКа мира. И организации должны изменить способ оценивания развития лидеров. Давайте поясню некоторые здесь моменты. Про то, что прошлый успех, особенно в стабильных и линейных условиях, может быть бесполезен. Мне кажется, что вот об этом мы уже поговорили. Это вообще такая, знаете, обманчивость успешности. Если мы чувствуем себя, что вот у нас появляется такой статус-кво, что я всё знаю, ты уже выходишь из реальности. Потому что сейчас наши знания, они могут не сработать. Про лидеров. Суть в презентации у Дэвида такая, что в компании важно запускать обучение, в котором заложено, чтобы лидер учился постоянно выходить из зоны комфорта. То есть на тренинге, либо через коучинг, постоянно идёт вот эта грань, что лидер практикуется, экспериментирует и обучается жить в условиях ВУКа мира. Что ВУКа мир, он реальность. И тогда что ты как лидер умеешь, чтобы быть в этой реальности, быть эффективным в этой реальности, быть успешным в этой реальности. Друзья, если перейти на разговорный... Да, со мной возможно поработать в коучинговом формате. Спасибо, Вера. Это всегда приятно. И если перейти на разговорный жанр, ребята, то скажите, что такое нам уметь, чтобы мы были эффективны в ВУКа мира? Вот своими словами. Потому что вот эти запросы, их не только там приходят руководители к коучу. Мы все, по сути, сейчас ходим с этими запросами в этом мире. Что же нам, чему такому учиться? Как бы это звучали, эти запросы? Гибкость, энергичность, то есть чтобы была энергия, плюс принятие здесь решения, кстати, принятия себя, тем, что ты не идеален, смелости, восприимчивости, эффективно мыслить, перестать бояться быстро меняться, позитивность, открытость, саморазвитие, постоянное саморазвитие. Сохранение присутствия, переключаться, при этом здесь работа с восприятием своими, научиться быстро переключаться. Движение вперёд в балансе, во внутреннем балансе. Очень быстро ретиниваться в информации, научиться говорить нет определённой информации. Постоянно учиться исследователям. Ирина, спасибо, что написали. Позиция следователя, сейчас другая позиция у лидера. Почему харизма, она уже на власти, она не до конца эффективна. Эффективен исследователь. Это компетенция принятия решений. Уметь исследовать. Слышать себя и верить в себя. Да, и верить в свои возможности. Это то, к чему приходит поучу. Потому что если мы в ситуации нестабильности, то нам очень важно научиться верить в себя. И еще, вот в этом турбулентном мире, в какой-то момент мы обязательно сделаем что-то, что не получится. И тогда, как нам научиться сохранять веру в себя. И еще от этого опыта научиться сильнее развиваться. То есть воспринимать его как ресурс. Тонко чувствовать людей. И уметь отстраняться. Слышите, сколько способностей? Это сейчас способности, они не только в экзекретив, они у нас. Плюс системное мышление, ребят. Да, принимать свои результаты и доверять своим выборам, доверие к себе. Умение воспринимать и системно, умение работать с большой количеством информации, плюс умение интуитивно воспринимать информацию. Очень серьезная растяжка пошла. При этом быть открытым. Потому что если ты тратишь время на вспух, на себя, на эго, ты перестаешь быть в реальности, ты задействуешь энергию на другое. Поэтому те люди, которые сейчас в последнее время, я заметила, приходят на сессии, они еще, мало того, что они системные, и там уничтожен интеллектуальный азарт, они очень часто скромные. Так. И когда тебя не принимают, все равно идти. И здесь понадобятся вот эти навыки, именно то, что он может помочь решить коуч. Это знание себя и знание подлинных своих ценностей, чтобы уметь проходить все вот эти моменты. Поэтому профессия коуча, она сейчас будет все более и более востребованная. Будем помогать людям и себе, и людям, чтобы они научились мыслить и находиться, быть другими в этих нестабильных временах. И здесь цитата. «Каждый день делайте одно пугающее вас дело». Вот, друзья, сейчас от единички до десяти сами себе ответьте на этот вопрос. Насколько вы каждый день выходите из зоны комфорта? Смотрите, вот у Дэвида идея заложить себе, ага, четыре балла, два, два, да. Я тоже, когда отвечала на этот вопрос, у меня был балл такой, знаете, там, четыре с половиной. Потому что, ну, тянет туда, где ты сделаешь, и будь тебе пятерка, и ты молодец. А тут сделаешь, и не будь тебе пятерка, и скажут, там, из разряда, у-у-у, не профи. Так вот, а сейчас основной тезис, что ты закладываешь себе, ага, два балла в неделю. Спасибо, что пишете, ребята, увижу 8 и 10. Закладываем себе в ежедневном формате выходить на то действие, которое для вас пугающее. И, друзья, идём к коучам, чтобы вырабатывать другое ощущение. Может быть, вместо страха азарт. Может быть, тишину и научиться отключать внутренний диалог. Но выработать в себе такую внутреннюю, знаете, там, позицию, механизм, способности, чтобы, когда ты заходишь в зону дискомфорта, тебе было как раз в ней интересно и комфортно. Там совершенно определённым образом начинают работать мозги. Вот тогда и ты очень много можешь свершать и находить решений, ты становишься успешным. Так что предлагаю вам взять это для себя, кто хочет, чтобы каждый день закладывать себе. Научиться не пугаться, научиться быть смелым, научиться быть лёгким, научиться быть азартным. Движемся дальше. Опять перейду сейчас на тезис. Дело в том, что не рискуя, вы рискуете ещё больше. Во мне колоссально отзывается от этого тезис, потому что если ты в какой-то момент не будешь рисковать, и ты не сделаешь, спасибо, Марина, что цитата нравится, если ты не рискуешь, и ты чего-то не сделаешь, то, друзья, что тогда будет происходить? Смотрите, какое интересное время. Нам постоянно выходить из зоны комфорта. А если вдруг ты сам с собой договорился и говоришь, сиди ровно, не делай это, то что, да, ты сразу отход назад. То есть мы живём сейчас в мире колосс... Да, ну от скуки это там уже тем более. Мы вначале такие будем довольны, что у нас всё безопасно, а потом начнётся эта депрессуха, от скуки. И вот мир, вот если парадигма возможностей, то возможности приходят, и очень важно вовремя на них отреагировать, при том системно их увидеть и отреагировать. А если ты не отреагируешь, ну, во-первых, ими пользуются другие люди, и они стремительно идут. А ты, как Алиса, да, да, я как раз хотела это процитировать, а ты, как Алиса, да, ты... Вот очень быстро, чтобы бежать на месте, при том ещё желательно научиться таким эмоциям в этот момент, чтобы тебе это было с кайфом и с радостью. Поэтому если мы не рискуем, мы вот в обойме, по крайней мере, в числе первых, точно не будем. И тогда получается, какой навык? Ты постоянно рискуешь, если ты хочешь занимать лидирующие позиции. Ты постоянно идёшь в неизвестность, ты постоянно будешь делать что-то такое, где ты не уверен, что у тебя будет результат. И ты берёшь эти возможности. Правда, их ещё нужно учиться фильтровать, чтобы не всё-всё-всё брать. Это тоже такой сейчас хороший навык, научиться говорить не от лишним возможностям. Итак, ну и вот здесь перечислены такие фокусы на этот навык, выход из зоны комфорта. Ориентация на экспериментирование. Слышите позицию исследователя? Без скорости получать кайф, радость и удовольствие, без некой спешки, ну, убрать суету, да, и оставаться здесь и сейчас. И если вернуться к слайду, ориентация на экспериментирование сейчас навык, быть исследователем. Не решателем, а исследователем. Чуть другая позиция. Ну что, интересоваться новинками, и там, тем более, прощаться с таким, знаете, как скепсисом, что кто-то там плохой, хороший, это оценочный наш диалог, он очень мешает иногда фильтровать реальность. Исследуем новинок, новинки и смотрим, где, что, здесь, как может работать. Поиск в новых местах. Друзья, заходим в те места, которые для вас новые, новые люди, эти страшные, незнакомые новые люди, может быть, новые какие-то программы. То есть вот эта тяга к новому, и его системно поисследовать. Общение с новыми людьми, их мнениями. Перестаем искать похожих на себя, только на себя. Ищем, наоборот, людей, которые где-то не похожи, и с большим любопытством относимся, как они мыслят. Потому что этот наш ресурс. Ну что, ищем разнообразный опыт, поощрение любопытства. Видите, друзья, такой коучинговый формат. Очень видно в презентации у Дэвида, что он коуч. Потому что любопытство – это то, что будет помогать выходить из зоны комфорта. Это другая эмоция, чем страх. И учимся танцем на грани. Движемся дальше. Здесь тоже цитата. «Я начинаю с середины предложений и одновременно двигаюсь в обоих направлениях». Видите, какая способность. Сейчас вот это умение работать в разных проектах, при этом ещё не факт, что достигнешь в них результата, но оставаться в них – это тоже современная компетенция. И при этом остаться во внутреннем балансе, а не застрелиться от многозадачности. Это то, с чем приходит коуч. И вот этим навыкам на тренинге… А как вот на тренинге, да, его научить? Это как раз те запросы, с которыми приходит коуч. Коуч может помочь найти свой подход, двигаться в нескольких направлениях одновременно, и при этом оставаться в балансе. Так, и теперь смотрим компетенции. Вот этот слайд у нас был в самом начале. Итак, динамичность, обучение динамичности, внимательности, рефлексии и стойкости. Я сегодня рассказываю эту презентацию, объясняю её. Я остановлюсь больше на этой части, потому что сама презентация, в ней больше информации, чем мы успеем. Итак, прежде чем перейду на компетенцию, обратите внимание на эту модель. Это модель условия обучения. И здесь есть несколько пунктов. Презентация будет доступна. На английском будет доступна, Марина. На нашем сайте Международный университет Global Coaching. И её можно просто через Google пропустить перевод. И там нормально всё переводится. По крайней мере, можно информацию всю считать. Итак, возвращаясь к модели. Если мы хотим, чтобы лидер в компании менялся, то первое. Знает ли человек, что ему развивать? И, коллеги, я так поняла, у нас здесь очень много коучей. Если человек не понимает, что ему развивать, если у него нет контракта, на какую компетенцию ему развивать, ну, от компетенции выхода из зоны комфорта, если он не осознаёт, что ему развивать эту компетенцию, то дальше в развитии он не будет двигаться. Поэтому первый этап, чтобы человек знал, что ему развивать. Второе. Есть ли у него готовность к этому развитию? Готов ли он вкладывать, требуя время и энергию? Есть ли у него мотивация? Потому что знать он может знать, а вот насколько он будет готов меняться? Развитие такой компетенции, как выход из зоны комфорта, потребует от человека не только время и энергия, а риска потребует, пройти страшки потребует. Далее. Способности. А есть ли у человека, которого мы обучаем, необходимые способности двигаться в принципе в эту тему? То есть как задатки. У Питера в презентацию, если всё рассматривать, он рекомендует выбирать лидеров в компании, знаете, каким образом? Что у них есть способность быть в вукомире. Они идут на риск и при этом системные. И выходят из зоны комфорта. И при этом не обязательно быть стопроцентными профессионалами, чтобы у них уже была некая способность жить и творить в этом вукомире, лидировать в вукомире. И что если её нет, то значит нет. Тогда это другой объём вкладывания в человека. Далее. Есть ли у человека практика применять эту свою способность? О чём здесь, друзья? Если лидер учит способности выхода из зоны комфорта, важно, чтобы эта зона дискомфорта у него была. И он мог это буквально применить. Не только на коучинге поговорил и распланировал, как это сделать. Нам важно, чтобы он получил способность на уровне действия, чтобы он ещё и заметил свои изменения, чтобы у него была практика. И следующая – ответственность. Используют ли лидеры свои способности? Чувствуют ли ответственность за улучшение качества работы и результата? Здесь, кстати, ещё важно, чтобы фиксировалось, что лидер меняется, и у него была обратная связь. И были конкретные результаты, в которых проверяется, что он развился и обладает теперь новыми способностями. Это как вот сейчас условия для обучения. И что Питер вводит ещё сюда, в эту модель? Вводится коучинг. Посмотрите, вот эти навыки, выход из зоны комфорта, насколько их возможно развить самостоятельно? Насколько человек развивает их и на тренинговых программах? И коучинг – это сейчас как раз та профессия, которая помогает, когда мы с другим человеком можем а, честно ему на этапе контракта сказать и обсудить, где у тебя потребность в этих навыках, там идти в неизвестное, работа много в проектности, научиться, когда происходит момент поражения, когда что-то не получается остаться стабильным. Знаете, эти темы, ещё важно, чтобы ты с кем-то их мог озвучить, потому что люди боятся иногда про них говорить. А вот коуч – это как раз человек, с которым ты и озвучиваешь, и он помогает тебе переконтрактоваться, найти решения в этих темах. Такая у нас сейчас профессия, которая как раз актуальна, ибо здесь будет доверие, понимание, принятие и поддержка человека в эти моменты. Вижу, интересно, в мире реально кто-то из компаний, кроме Гугла, тратит на всё это бюджет и силы и время. Друзья, сейчас очень много компаний обращается к коучингу. Зайдите на сайт ICF, там идёт перечень компаний. И, друзья, от себя могу сказать, что, ну, то, что компания, сейчас в частном порядке люди приходят как раз со всеми этими запросами, ну, потому что, если ты хочешь быть успешным, ты будешь сейчас меняться во всех этих темах. Если ты не будешь меняться, там, работать со своим вниманием, работать со своей гибкостью, убирать излишнюю критичность, скепсис, какие-то такие вещи, ты перестаёшь быть, перестаёшь двигаться. Ну, ребята здесь пишут, да, МТС, Бирбанк, Газпром. И если как частный коуч, когда мне приходят люди, они просто понимают, что они в какой-то момент неэффективны. Я предприниматель и трачу на свою организацию силу и время. Да, и, ребята, захотим быть успешными, мы сейчас начинаем работать с коучем, чтобы двигаться дальше. Здесь простой такой пример. Ребят, если где-то нас сдерживает страх, и мы чего-то из-за него не делаем, мы тормозим. Выход из зоны комфорта – это либо научиться делать со страхом, но делать, а лучше убрать страх и извинить к этому отношение. И при активном развитии ты постоянно заходишь туда, где у тебя не факт, что ты сейчас достигнешь результата. Поэтому с этими запросами к нам приходили, ходят и будут ходить люди. Ага, всё, поняла, спасибо. Итак, движемся дальше. Здесь, я думаю, что где-то дублируется. Естественно, про чему мы учимся. Мы учимся рефлексированию. Кстати, приходит… Сейчас навык рефлексия, он становится один из навыков руководителей. Когда ты что-то сделал и потом отрефлексировал, что у тебя получилось, что ты мог бы по-другому. Видите, это, в принципе, навык современного человека, современного лидера – становиться более рефлексивным. И навык самостоятельного обучения. Следующий навык, на котором мне интересно было бы обратить внимание, это концентрация. Знаете, как концентрация внимания? Приведите примеры, где концентрировать внимание, где и на чём. Вот как звучали бы, друзья, запросы, связанные с концентрацией внимания от клиентов, по вашему мнению. Потому что это такой запрос, который как раз решает коуч. И лидеры приходят с этим вопросом, чтобы такое у себя изменить по навыку концентрации. Так, не отвлекаться, да-да-да, в ситуациях многозадачности, не успевая всё делать, да-да-да. О, фокус, приоритеты, конечно, благодарю. Отвлекаются на рабочем месте. Переключаемость, да, чтобы после работы не думать опять о работе, а вот это тема жизненного баланса. Да, да. И, конечно, тема приоритетов. Представляете, когда ситуация многозадачности, и давление из внешнего мира, как оставаться всё-таки в приоритетах. Эта работа с вниманием, она становится всё более востребованной. Здесь, знаете, ещё работа с вниманием. В принципе, умение отключать внутренний диалог и очищать внимание, научиться. Вот этот навык сейчас востребован. Что ещё? И быть в реальности. Это вот рефлексия плюс внимание. Умение видеть реальность, а не фиксироваться на себе. Я когда-то читала статью про Вукомир, и меня задел вот этот тезис, что если человек не видит реальность, не фокусирует внимание на то, что в фактах происходит, он начинает очень много концентрироваться на себе. На чём он там концентрируется, когда он концентрируется на себе? Либо бывает так, что он концентрируется, какой я умный, такое эго, либо он у меня не получается уходить в критичный диалог. Но когда вот этот фокус внимания идёт, внутренний, лишний диалог, да, копает яму себе, критик, он не в реальности находится, он что-то себе такое думает, что его уводят от реальности. Поэтому навык концентрации внимания, чтобы мы оставались в реальности. Здесь и сейчас, в фактах, а не уход в какие-то свои миры. И это становится важно. Примеры. Когда руководитель очень сильно начинает сконцентрироваться на своём эго. Я умный, я герой. И он иногда может потерять реальность, предположим, взаимодействие со своей командой. Потому что он живёт уже в неком иллюзорном мире. А задача сейчас находиться в реальности, просто видеть факты, что происходит, и тогда, что я делаю. Ну, а про критиков здесь совсем отдельная тема. Если человек много тратит энергии на критику, вместо того, чтобы вникнуть и взять для себя пользу с принятием, то у него и силы, и время, и эффективность уходят. Фокус внимания, потому что на другом. И как коуч, недавно приходил клиент, вот он приходил, вот так вот у него запросы звучал, перестать критиковать. Приходил, это собственник, и у него как звучал запрос. Очень много критикую. Он говорит, понимаете, Александр, у меня так работают мозги, что я на что бы не посмотрела, сразу хочу сказать, что здесь плохо, и что нужно исправить. Я говорю, и в связи с чем вы пришли? Он говорит, а у меня в подчинение руководители другие. И они со мной так не общаются. И они уходят, сильные мозги уходят из компании. И он говорит, я ведь, ну, это взрослый умный человек, он говорит, я всё понимаю. Я понимаю, как правильно, я на многие семинары ходила, я понимаю, что мне надо хвалить. Ну, вот у меня вот такая вот реакция. Я вот в моём фокусе внимания, я сразу смотрю минус. И я вижу, что с моими людьми, моим людям со мной дискомфортно. И сейчас работаем, как вы понимаете, над другими вещами. Но вот эти запросы может помочь решить коуч. На тренинге непонятно, как решить. Этот человек много читал книг, достаточно образовывающий, там высокий уровень образования, да и понимание. Переключиться только как по-настоящему. А если хочется, чтобы рядом была сильная команда, ты над собой работаешь со всеми этими фокусами. Так. Видите, как и гибкость требуется, и работа с вниманием, и рефлексия, и быстрое обучение, и идти смело в неизвестное. Это то, что и открытым в этих… По сути, вы это писали, когда я задавала вопрос. Видите, обострённое чувство ситуационной осознанности и сознательный контроль над своими мыслями и поведением в отношении ситуации. Осознанно обращать внимание, здесь ещё искать новое и необычное, и подвергать сомнению превзятые идеи. Это уже всё о фокусе внимания и самоосознанности. А эта картинка тоже о внимании. О чём для вас, ребята, эта картинка? Это тоже о работе с вниманием. Как вы думаете? Что же такое уметь в нашем внимании? О чём эта картинка? Любые идеи мы там, да. Переключаться, да. Смотрите, на этой картинке, если её порассматривать, видно несколько слоёв. Да, 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 многоуровневость. Да, 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 Вера, спасибо. Видеть нюансы. Да, Светлана. Да, у кого на что упадёт внимание? Системность, взгляд сверху, посмотреть с высоты и при этом увидеть детали. Слышите, какому вниманию сейчас важно учиться? И при этом ещё осознавать, какие у нас есть привычки во внимание, чтобы не ходить только со своим вот этим фокусом. Да, 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 так и есть. Ну что, движемся дальше. Здесь цитата Леонардо да Винчи. Учитесь видеть, поймите, что всё связано со всем. Вот это системное внимание. И понимать, что умение видеть эти связи. Смотрите, какое интересное время живём для нашего интеллекта. Нет времени сейчас на реагирование. Нет времени на критику. Нет времени на вспух. Да, быть самым там, не знаю, на вот эту излишнюю харизму. Свою силу и энергию затрачивать на другое. На то, чтобы уметь быть системным, видеть возможности, смотреть, как это сделать, реализовывать с интересом и азартом. Вот об изменении сейчас. О том, что важно, чтобы с нами было, что мы умели, какими бы мы были. Да, 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 да. И здесь рассматривается три фокуса. Как раз в осознанности. И это то, с чем работает коуч с лидерами. Первое – это смотреть внутрь. Сейчас через несколько секунд посмотрим, какие вопросы Дэвид нам предлагает. Но по сути, мне кажется, коллеги коучи, вы понимаете, о чём это. Это то, что помогает быть устойчивым, когда ты выходишь из зоны комфорта. Когда ты знаешь себя и знаешь свои ценности, и знаешь свою роль, знаешь свои намерения. Второй фокус здесь, второе направление – смотреть наружу. Это то, о чём мы сейчас с вами говорили несколько минут назад. Это умение быть в реальности, чётко видеть её в фактах. И третий фокус, которым мы сейчас учимся, это умение смотреть вперёд, стратегически. А что уже там дальше? Слышите? Вот эти как раз три фокуса, с которыми работает коуч. Он задаёт клиенту вопрос, какой ты хочешь быть как лидер? Давайте сразу туда перелесну. Каким ты хочешь быть как человек, как лидер? Какие ценности определяет твоё поведение? Какие принципы ведут тебя в жизни в выборах? Как ты можешь привнести свои качества в работу? Видите, это фокус на внутрь. Потому что в человеке там есть все ресурсы. Важно, чтобы он себя осознал, и тогда он может проходить вот эту турбулентность, когда он знает свои принципы, и свои сильные стороны, и качества, и он осознаёт себя, то есть опора внутри. Смотреть наружу, смотреть вокруг, на отрасль, на людей, на то, как вас видят. Кстати, умение смотреть глазами других людей, тоже прекрасная компетенция. Быть в реальности, видеть эти вещи. Да, ты хочешь быть популярным лидером или эффективным руководителем? Да, 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 именно об этом в организации. Почему сейчас руководительство становится скромнее? Потому что популярность – это об одном. Эффективность – это умение видеть реальность. Так, кто пойдёт за вами и почему? И третье – смотреть вперёд. А каково твоё видение? Какова твоя миссия? Каковы твои планы и цели? Как вы будете принимать решения в сложных, неоднозначных ситуациях? Кстати, может быть, уже сходить к Ковычу, выработать себе эту способность? То есть, и здесь умение смотреть вперёд. Вот эти три фокуса. Вот, друзья, давайте я вам позадаю вопросы, возвращаясь к этим слайдам. Насколько от единички до десяти вы знаете, каким вы хотите быть как лидер? Здесь, насколько вы знаете, ценности. Простите, что два вопроса в одном. Насколько? Девятка, семёрка, десятка. И, ребят, не стесняемся, если кого-то двойка, тройка, у нас разные периоды в жизни. Здесь задача тогда понять и двигаться, чтобы себя осознать. Так, окей. Семь с половиной, девятка. Ребят, а насколько вы в своём внимании в реальности? Видите реальность? А я не хочу быть лидером. Между прочим, Анна, вот совсем, да, здесь свобода у нас. Так, реальность. Катя, как важно себя тогда ловить, как мы выходим из реальности. Простите там, пока нимбов нет, я бы про себя не сказала, что я всегда вижу реальность, я слышу, как ухожу во внутренний диалог, но это так, как важно возвращаться в реальность. И насколько вы осознаёте ваши цели на будущее? Ребят, насколько вы знаете, что вы хотите, чётко? И здесь сейчас нет, как вы понимаете, правильных и неправильных ответов. Здесь стоит вопрос, что… То есть на чём сфокусироваться, чтобы двигаться дальше? Хотите, чтобы проходить это турбулентное время. Окей. Так, это у нас цитаты про осознанность. Итак, вот мы с вами сейчас что обсуждали? Спасибо вам за ответ, ребят. Что обсуждали? Мы говорили о том, что важно обучаться в динамичности, внимательности, умении рефлексировать и быть стойким. Дальше у Дэвида, он предлагает… Мы просмотрели один пласт компетенций. Дальше у него есть компетенция принятия решений, многоплановость и отношение к неудаче. Про принятие решений, если кратко сказать, может, у нас уже с вами время, оно имеет свою границу. О чём он говорит? Что важно исследовать, что помогло раньше, но не воспринимать на 100%, что это сработает. Важно занимать позицию исследователя и научиться идти через пробы и ошибки, когда ты принимаешь решения. Далее, при принятии решений и выборе важно обращаться к ключевым игрокам, обязательно задействовать мозги других людей. И самое главное, начинать занимать, учиться быть исследователем при принятии решений. И что вариантов принятия решений может быть несколько наилучших, к этому тоже быть готовым. То есть ни одно единственное верное. Ну и это та тема, с которой к нам будут приходить люди, руководители. Как принимать решения, как оставаться внутренне стабильным, когда ты принимаешь решения, и ты до конца не уверен, верное ли оно. И вот в одной из последних сессий, которую я вспоминаю, когда с клиентом мы занимались подобным запросом, он там для себя нашёл в принятии решения системно его просмотреть, по сути, это иллюстрация того, что идёт в презентации, системно его просмотреть с точки зрения своих ценностей плюсом, с точки зрения стратегических целей плюсом, и ещё прислушаться к себе, идёт ли у меня интуитивный отклик на него. Слышите, сколько решений нашёл человек? Вот он вырабатывал для себя свой способ. Поэтому такая тема тоже очень востребованная и нужная. Как помогать лидерам, людям принимать решения, когда ты в ситуации нестабильности. И, друзья, я сейчас так лихо перейду на четвёртую компетенцию и отношение к неудачам. Здесь цитата. «Жизнь знает только тот, кто страдает, несёт потери, терпит бедствие, плетётся от поражения к поражению». Смотрите, какой фокус интересный. Как он вам? Если мы хотим становиться мудрее, если мы хотим обладать депрессивной, не очень откликается, давайте на него тогда посмотрим чуть под другим фокусом. Вот здесь ещё чёрные цвета. Ребят, зрелым ты становишься, когда проходишь не только через успехи. И вот эта готовность, что что-то тоже может не получиться, но ты при этом выстоишь и только более обогатишься, она помогает воспринимать через рефрейминг, если вдруг что-то не получилось. И вот сейчас вот эта компетенция, да, умение отпускать, вот эта компетенция – выработать в себе отношение, что если что-то вдруг не получилось. Мы учимся, если упали, вставать, если ещё с большим ЭГГ и двигаться дальше, с внутренней верой в себя. И ещё из этого уметь выносить подлинный свой такой опыт на рефлексии, чтобы ты стал сильнее, исходя из этой ситуации. Это то, с чем тоже приходит коучу, чтобы не сломаться, если вдруг что-то не получилось. А наоборот, стать мудрее, сильнее и глубже. Иду на итоговый слайд, смотрю на время. Итак, если подытожить, о чём мы с вами говорили, о том, что не только лидеры приходят к нам с этой темой, потому что мы-то познакомились с презентацией Дэвида, она была именно о лидерах в Google. Поговорили о том, что к нам приходят, в принципе, клиенты с этими запросами. Мы с вами поговорили о том, что, может быть, где-то у самих у нас есть запросы вот этой компетенции, компетенции быть, выходить из зоны комфорта. И коучинг — это тот инструмент, который помогает раскрывать себя в то время, в которое мы живём. И чем бы я хотела, наверное, завершить, мне то время, в которое сейчас мы живём, очень нравится, потому что у меня типаж предпринимателя, и он для меня о колоссальных возможностях. И когда ты смотришь на мир через призму возможностей, ты очень хорошо видишь, и как карьеру устроить. И это вот у нас через несколько минут будет следующий вебинар, как продавать себя как коуча. Так вот, когда ты смотришь вот таким фокусом на мир, с интересом, азартом и исследователем, ты очень хорошо видишь многие решения. И от меня пожелание вам. Если где-то страшно, значит, туда стоит идти. Я желаю вам становиться смелыми исследователями. Я желаю вам ходить коучем и раскрывать себя. Ибо когда ты живёшь во время возможностей, ты в своей жизни можешь создать что-то невероятное, очень сильное, очень красивое и эффективное. И чтобы в турбулентном времени создавать что-то такое очень сильное, ты становишься исследователем, притом таким азартным и системным, и очень осознанным. И я желаю вам саморазвития в этих темах. Друзья, у нас осталось 3-4 минуты. Скажите, пожалуйста, кому что было интересным вот из нашей сегодняшней встречи? У кого что осталось во внимание? Так, всё очень ценно, очень интересно. Как продавать экзекутив коучинг? Окей. Так, быстро меняться, систематизировалась. О, как быстро, не успеваю. Так, ага. Опыт интересен. 21 век, компетенция, да, это реальность. Труба, да, как работать. Три фокуса восприятия для лидера. Ага, спасибо большое, Вука Мир. Да, делаем рефрейминг на этот мир. Про круто, Андрей, спасибо. Очень приятно, даёт мне энергию ваша обратная связь. Времени. Ну, всё, ребята, мы живём, когда мало времени. Было интересно всё. Да. Окей. Интересна системность. Что, друзья, спасибо вам большое за этот час, за совместный час. У меня такое ощущение, что я чувствовала вас, что вы вместе идём в потоке и в теме, что она для вас актуальна. И я желаю вам драйва в нашем нестабильном времени. Всё, ребят, спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»